София, Виктория, Анастасия, Давид и Матвей. Это одни из самых популярных имен прошлого года в Молдове. По статистике их для своих малышей выбрало больше всего родителей. Некоторые, впрочем, отдали предпочтение гораздо более необычным вариантом. Так, в 2020 году у нас родилась Алисара, Аполлинария, Дарвин и Ариэль. Специалисты считают, что каждое имя имеет определенное значение и даже влияет на судьбу человека. Поэтому к его выбору нужно подходить со знанием дела. О том, как жить с именами, которых в стране единицы, рассказали нашей съемочной группе «Их носители». Всем привет, меня зовут Жилиола, и это имя выбрала мне моя мама. Моя мама Леонела, дар приятений, рудили, апроприятий, спун, Лео. Всем привет, меня зовут Ратибор, но вы меня можете звать как-как. Именно этот вопрос чаще всего слышит Ратибор Иванов. Если фамилия юноши одна из самых распространенных среди русских, то имя наоборот. Мама прочитала в книжке, в историческом романе, 16 лет и поняла, что вот, это оно. И на долгие годы запомнила, чтобы назвать так сына. Вот уже 22 года Ратибор с гордостью носит это имя, а к реакции других всегда относится с долей юмора. Особенно всякие вот эти налоговые, всякие государственные учреждения. Я подхожу, даю им паспорт, они сначала на меня смотрят, а потом еще раз вот так втыкают. Что, что происходит? Ну, это обычно так. Примерно так же обстоят дела у Джолиолы. Девушка занимается модельным бизнесом и часто знакомится с новыми людьми. Для тех, у кого особенно плохая память на имена, она всегда имеет запасной вариант. Мама хотела очень Джолиолой назвать папой Настей. Так как в церкви нет имени Джолиолы, меня крестили под именем Настя. И я всегда, если какой-то даже незнакомый человек, могу сказать, что меня зовут Настя. Ну, чтобы не затруднить ситуацию. Специалисты считают, что имя ребенка – это всегда отражение психологии родителя. Активная властная мама вряд ли назовет ребенка Аней, а скорее выберет имя с рычащими согласными. Впрочем, мамы редко об этом задумываются. У каждой свои критерии выбора имени. Случается детей называют в честь известных личностей – музыкантов, актеров или ученых. Однако в этом случае важно не предъявлять слишком больших запросов к своему чаду. Так или иначе, прежде чем назвать ребенка, психологи советуют поставить себя на место малыша. Будет ли ему комфортно жить с таким именем? Если еще ребенок подходит к подростковому возрасту, очень сложному, то представьте себе, это имя будет вызывать какую-то реакцию у сверстников, надсмешки, какие-то шуточки. Если ребенку еще и самому не нравится свое имя, то, конечно, это очень большая проблема. Некоторые даже предполагают, что имя может оказывать влияние на характер человека. В это верит и Леонела. Среди своих она Лео, что означает «Лев». По данным Агентства публичных услуг, в минувшем году самыми популярными именами среди девочек стали София, Амелия, Анастасия, Мария и Виктория. А среди мальчиков – Давид, Матвей, Богдан, Максим, Александру. Самыми редкими именами стали Алисар, Аполлинария, Кристал, Девия и Аля. А среди мальчиков – Ариэль, Дарвин, Даник, Азур и Пламен. Так назвали в Молдове по одному ребенку.